Доброго всем гопника господа, с вами снова Римма, сегодня у нас очередная серия игры под названием Arma 3 Altis Life, надеваем шлем и всем приятного просмотра. Многие из вас наверное в курсе, что наш сервер, наш остров существует уже довольно долгое время и мы каждый раз что-то добавляем новое. Сегодня мы с вами посмотрим на новые оптимизации, которые добавили наши разработчики и наши админы этого сервера. То есть, во-первых, самое главное это карта. Вообще во многих играх DS она, главное ее оптимизировать. Этим делом занялись наши админы. То есть, смотри, теперь карту можно выключить все, то есть полностью, если что-то мешает, выключить все. То есть, если ты не гопник, а просто там какой-то работяга, ты можешь просто добычу, то есть включить добычу и посмотреть, какие добычи. То есть, вот эти вот шняги, да, вот эта вот вся карта, она, когда человек только-только зашел на остров, он, блин, вот это что-то, а это что такое, это что такое. То есть, теперь ты, если хочешь заниматься добычей, просто зона добычи или добычи, как правильно сказать, не знаю. Ты включаешь и наводишь курсором на это дело, и тут более подробно описывается, то есть, это легенды. Ну и там, например, сад, персиковый сад, что нужно сделать и тому подобное, и куда, ну, как бы, ты вот добыл его, куда можно его девать. То есть, здесь об этом тоже пишется. Допустим, соляная шахта, где очень много гопников, кстати, ну, раньше было, не знаю, сейчас как, кстати, карту гопников надо будет потом вам нарисовать, как я это делал в прошлом году. Вот, ну, в общем, как-то так, вот этот вот интерфейс, он очень-очень хороший. Вот ты, например, добычей занялся, все, тебе она не нужна, выключаешь ее, зона переработки включаешь и смотришь, ага, зона переработка там зерна, а дальше идет, ну, там, всякие шняги, туда-сюда обратно, всем приятно. И тут также наводишь этот и показывается, что из чего перерабатывается, то есть, что нужно переработать и что из этого можно получить. То есть, легенды, вот такие вот, можно сказать, мелочь, но приятно. Даже бывалым чувакам, которые здесь давно уже, да, и, можно сказать, живут в этом острове, будет намного легче ориентироваться и все такое. Ну, бывают такие люди, которые всю жизнь гопали тут и не захотели поработать. Также и скупщики, там, скупщики краденого, скупщики с солью и все такое. Вот здесь вот по легендам, там, автосалоны, да, ты хочешь купить машину, накопил деньги, и ты вот среди вот этих вот шняг думаешь, бля, где же тут автосалон? Ты можешь просто нажать сюда, автосалон, то есть, сначала убрать все, выключить и отдельно посмотреть, какие у нас здесь автосалоны. То есть, грузовики, автосалоны и все такое. Также магазины, гаражи, пункты доставки, организации, об этом чуть позже, порты и прочее. То есть, прочее, это у нас работа в порту. Также радары, шмадары, вот это вот, инстаграмы всякие, да, там, если превышаешь, да, там, ну, хочешь посмотреть, где же радар есть, да, чтобы штрафы не платить и все такое. В общем, как-то так. По поводу группировок и всяких организаций, которые находятся на нашем острове. То есть, здесь у нас много разных группировок и програжданских, и которые против гражданских, от хороших до самых плохих. Как и в жизни, в принципе, тоже есть и хорошие люди, и плохие люди. Тут также есть. То есть, здесь не тупо просто группировки ради того, чтобы там по стрелушках позаниматься. Они этим тоже занимаются, но для этого нужна веская какая-то причина, чтобы все это дело, ну, как бы, разобрать, да, чтобы они там разбирались между собой. Например, группировка Black Snow. Организация Black Snow является гражданской нейтральной группировкой. Основная деятельность – это предоставление рабочих мест гражданам, скупка меди и морских грепешков, и защита мирного населения на подконтрольной территории. То есть, вы наводите на любую из группировок просто мышкой чпуль, и все, и у вас полностью показывается, что это за группировка, что от них можно ожидать на их территории, если или если ты их где-то там в других местах встретил. То есть, ты уже знаешь более-менее такую информацию о тех или иных чуваках. Например, есть еще одна группировка. Вот она. Ну, это такие более серьезные. Хотя все группировки серьезные, но здесь они занимаются коксом. То есть, их ресурсы Анаша и производят марихуана и кокос. То есть, вот такие вот. И с этими ребятами я бы не рекомендовал работать, потому что могут вас просто в рабство отправить, и вы будете работать на кокейных плантациях. Но если вы любители острых ощущений, то можете испытать свое счастье. Поэтому для новичков я порекомендую даже к этим группировкам идти. То есть, можно к ним прийти, устроиться на работу, они вам покажут, расскажут, что надо делать. И вы из этого получите и деньги, и удовольствие. Ну и, конечно же, РП. То есть, каждая группировка, у каждой, вернее, группировки есть своя политика, своя репутация, свои отношения и все такое. Здесь мир живой. То есть, он динамичный. Кто-то где-то поссорился, где-то Санта-Барбара, короче, открылась там, да, и там интриги, шминтриги. Кто-то где-то там помирился, поцеловался и все такое. То есть, большой остров и довольно интересная шняга. В общем, как-то вот даже остров Феникс. Они, чуваки, выкупили целый остров и здесь существует. То есть, ну, тоже устрицами они занимаются. Это фракция повстанцы. Тоже, ребята, более серьезные. Вот такие вот. То есть, это реальные люди, которые, реальные группировки, которые находятся на нашем острове и живут нету жар. Вот как-то так. То есть, так же, видите, вот здесь вот фильтр ставите, как я уже показывал. И можете посмотреть группировки без каких-либо, без какой-либо лишней информации, которая вам просто мешается. Да, вот так вот. Как вот раньше было. Вообще неудобно, да, там. Вот тут такой чипуль. Надо тебе скупщики. Пошел. Скупщик взяли. Ай, васи, седущую. Моталь. Надо тебе автосалоны. Пошел. Автосалоны взяли, нашел, да, там, авиасалоне тоже, кстати. Вот надо тебе еще что-то. Магазины, да, вот так вот. Автосалон, магазин тоже делается. Оптимизация. Лафар. А вообще интересно наблюдать, как они заключают союзы, делали какие-то договора и все такое. Ну, просто наблюдать за тем, как вот группировки, да, там. Есть даже люди, которые подставляют группировку, например, группировка А дружит с группировкой Б, да, вот ты, например, да. И ты такой, каким-то образом надо был их форму, пошел, короче, там, навредил группировкой Б и все, они, и они поссорились. Кстати, у нас рестарт, вот, да, точно, рестарт. Вот они поссорились и ты, наблюдаясь за этим делом. Было такое дело, помню, на нашем сервере, это было в прошлом году, кажется, я наблюдал за этим, это было очень классно. Союзы, договора, сферы, влияния, которые делят между собой, либо договоря, либо войной. То есть, здесь тоже прикольно. Прикольно, когда ты так, знаешь, попкорн взял, так смотришь, а идущий мотает друг друга души там туда-сюда. Ну что ж, господа, погнали, посмотрим на казино. Здесь у нас необычное казино, то есть этих точек будет намного больше в будущем. Пока что это казино принадлежит конкретной группировке, которая, ну, сделала этот бизнес под свой контроль. То есть, здесь, в этом казино, если что-то ты что-то выигрываешь, ты выигрываешь с их счета. Если что-то ты проигрываешь, ты проигрываешь на, ну, на пользу счета данного казино. То есть, получается, сейчас у меня 747 тысяч долларов, да, вот Марк Аврели, это я, казино номер один. И смотрим ставки, то есть, можно делать любые ставки, можно галочку поставить, чтобы автоматически прокручивалось и все такое. Ну, давайте начнем, наверное, 50 тысяч наберем и посмотрим, сколько мы здесь можем выиграть. Крутим. Чипуль, 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 чипуль. То есть, у нас снялись деньги с нашего счета. Вот одна. Лимончик, лимончик, лимончик. Вы представьте, да, если я сейчас 50 тысяч поставлю, сделал ставку, я такой, бац, выигрыш. Вообще жестко. Ну, можете поиспытывать свою тоже, как бы, этот, удачу. Там, 100 рублей, я имею в виду, 100 баксов, игровые валюты. Либо там, 50 баксов, все такое. Только две шестерки мы получили. Выигрыш 0. Да. Давайте еще раз, 50 тысяч. У нас уже 647 тысяч. И эти бабки сейчас уходят на счет того чувака, кто управляет этим казино. Представьте, ребята. То есть, здесь нет никаких там, ну, как бы, шанс выиграть всегда есть. Я не знаю, в этом видео, наверное, получится, не получится. Не знаю, вот я уже 100 тысяч, наверное, потратил и ничего не выиграл. Можно поставить галочку автоматической прокрутки, чтобы была. И там, можешь там 100 баксов поставить и крутить, крутить без конца и все такое. Не получается. У нас выигрыш 0. Сейчас посмотрим. Третья попытка. Последняя, крайняя. У нас арбузик вылез. Слышите, там где-то едет слева. Еще один арбузик. Два арбузика. О, арбузик. Давай еще третий арбузик. Хотя бы третий, третий. Ну, что-то они получают. Нет, колокольчик. Колокольчик. 597 тысяч. Хотя бы третий арбузик был. Вот это было бы просто невероятно. Очень долго крутится. Ну, придется. Вот шестерка вылезла. Ну, арбузик, походу, нам. Да. Наш выигрыш 0. Ну, давайте еще раз. Ну, такая вот азартная игра. Мы уже 200 тысяч. 200 тысяч мы уже вложили. А. Или 200 тысяч. У меня было 700, сейчас стало 547. Да. Ну, вот. Я, конечно, большие ставки ставлю. Вы так не делайте. Там, хотя бы по 100, по 50 долларов можете ставить игровой валютой. Чтобы не сильно ранить себя, да. То есть, эти деньги не уходят куда-то там, да. Они уходят конкретно кому-то в карман. То есть, в будущем еще будет много точек таких казиношных, которые вы тоже можете приобрести для своей группировки. Вот как-то так. Смотрите, тут чувак бегает. Ну, карту откроем. Зеленая зона. Э, это гоп-стоп. Давай бабки сюда. Машину давай. Ё-моё. Попал, что ли? Здорово. Здорово. Что творишь? Да, он горнорудку перерабатывал. Ага. Работаем. Как тебе карта новая? Фильтры? Какие фильтры? Ты не в курсе, что ли? Карту открой. А вот сбоку, слева, в левом нижнем углу. Есть фильтры. Можешь поставить. Фильтры там на добычу. А, я понял, понял. Я понял, понял. Да, нормально. А, идущий твой мотал. Что, не знаешь, что ли? Нет, я просто не про то подумал. А про что ты подумал? Карту сокройешь? Да, я думаю, какие карты, какие фильтры. А, понятно. Ладно, давай, удачи. Давай, удачи. Давай. Мимо проезжает будешь? Проезжай мимо. Я понял. Давай. Следующий этап нашего обновления, дорогие друзья, это комбайны. Да, они у нас были, но они были не доработаны. Сейчас все намного лучше выглядит. То есть, мы можем сейчас, давайте, купим комбайн. У нас пока что два выбора. Выбор это 500 и 700. Ну, у меня денег нет, я все просрал. Поэтому купим пока что вот такой комбайн. На этом комбайне можно ездить до 70 километров в час. Кстати, надо бы проверить, как он ездит вообще. Ну-ка. У него даже есть сигнал. Вот, мы сейчас доедем с вами до пшеничного поля. Вот, зимой будем. Да, это зима. Ну, у нас зимнее обновление. Ну, по Новому году все дела. Обычно у нас арма. То есть, в арме нет снега. Это так, просто такое обновление. То есть, он сейчас едет скорость... А, до 50 километров в час. То есть, на этой скорости вы можете спокойно даже переправляться. На фармить что-то и на этой машине куда-то ехать и сдавать зерно. Сейчас я вам покажу, как происходит сам фарм. Да, вот, смотрите, анимация. Машина очень классная. Ничего не дребезжит, ничего нет. Кстати, вид от первого лица. Посмотрите, ребята. Все датчики работают. Все хорошечно, все нормально. Видите, как классно, а? Погромче сделаем. Громкость на стол. Поставим. И все такое. Мы приехали на пшеничное поле. Давайте остановим. Жатву. Ага, хорошо. Мы приехали на пшеничное поле. Оно находится... Ну, одно из полей находится здесь. Вот, прям по этой... Вот здесь вот, да, вот получается. И наша задача сейчас добывать вот это все. То есть, как начинается добыча. Смотрите, ребята. Заводите машину. Она у нас заведена. Просто потом запускаете жатву. Вот, запустили. Все. Да. И еще раз запустить сбор. Вот. Запускаем сбор. И видите, вот, у нас сбор прерван. Надо ехать. Еще раз запускаем. 20 километров в час даже. От 5 до 20. Смотрите, видите, сбор пошел. Вот, опять у нас сбор остановлен. Надо как-то к ней приловчиться. Я вам скажу. О, плюс одна пшеница в инвентаре. И у нас комбайнер прокачивает. Ну, мы прокачиваем комбайн. То есть, это у нас тоже скиллы. Чем больше у тебя прокачка, тем, конечно же, лучше у тебя получается. Как вот. Быстрее собирать все вот эти вот пшенички и все такое. У нас уже пятого уровня комбайнер. Представьте, как быстро прокачка происходит. Ну, это из-за того, что у меня еще VIP подписка на этом сервере. На этом острове. Во. Пшеничку мы сейчас все это дело добудем. Прикольно, да, ребят? Вот. Можно просто тупо круги рисовать. Вот так и все. И все, Вася. Главное, не набирать быструю скорость. Это самое главное. У нас уже 24 уровня комбайнер. Обалдеть. Так. Сейчас будет сбор прерван. Нет, не прерван. Нормально. Итак. Нажимаем Y. Нажимаем статус. Мы можем... А. Машине же надо. Так, подожди. Во. 25 пшенички. Пшенички, ребята. У нас 75 из 500. То есть, ну, конечно, мы это фармить не будем. Интересно, но он нас убьет. Нет? Нет, не убивает. Да, не убивает. Да, вот как-то так. Поехали. Поехали продавать. Приехали. Можно сказать... Прилетели, я вам даже скажу. Прилетели. Так, ну что ж. Останавливаем снегу. И сейчас я вам покажу, как у нас переболк. То есть, вообще, переработка всех ресурсов была... Извините за тавтолог. Переработана. То есть, берете, нажимаете Windows. Просто выбираете комбайн. Да, вот выбираете комбайн. Пшеничу. Все. То есть, не надо вот так вот перетаскать, ходить и все такое. Зачем это было сделано? Во-первых, для удобства. Во-вторых, чтобы ты там по ходу дела мог защититься от всяких гопников грязных, вонючих и все такое. То есть, ты такой раз, смотрите, вот допустим, я вот сейчас перерабатываю. Да? Можно переработать с моего инвентаря. Можно переработать с комбайн, который находится рядом с этим переработчиком. Выбираем и перерабатываю в муку. Переработать все. Все, пошла переработка. 28 секунд. То есть, не надо ходить, бегать, чпокать там туда-сюда. И кто-то до нас докупал. И пошел. Пошел вон отсюда. Вот так вот. И все на. И ты защитился, и все нормально. Ты че-то чувак, короче, туда-сюда, обратно. Всем приятно. Поняли, да? Все на. Всех переработаю здесь. И все, и гопники легли, короче. И ты такой, Вася, подходишь к ним, короче. Так вот, лутаешь их, Вася, там, да? На кол сажаешь вон туда, вот, Вася. И заводишь свою шарманку, и улетаешь. И все. Хорошечно. Работает КПП. А тиры, максимум скорость, 30 км в час. Давайте пообщаемся с полицией сейчас. Все, короче. Вот, переработка у нас произошла. Подходим это. Вот у нас мука. Теперь смотрим, куда мы муку можем сдать, либо продать. Перемолку мы с вами, ребята, закончили. Уходим ниже. И вот здесь вот где-то у нас хлеб-завод должен быть. А, вот он. Вот, в городе Халкея. Или Халкея. Халкея, наверное, да? Халкея. Вот как раз рядом со столицей у нас хлеб-завод. И мы доехали до этого хлеб-завода. Дело в том, что у нас кое-какие проблемы, ребята, возникли. Сейчас я вам расскажу. Из муки делаем хлеб, и все. И, в общем, ждем тоже 30 секунд. Дело в том, что я попал в небольшую аварию. Вот теперь вот у нас вот так вот наша тачка выглядит. К сожалению, надо ее как-то потом восстановить. Надеюсь, что оно вроде бы поздно восстановится. Вот. По мне стреляли. Я уходил от погони. И вот так вот выглядят повреждения. Жест. Ух ты, ептать. Ой, ептать. Мне хреново. Помогите, пожалуйста. Да. Да. Хреново. Хреново. А что со мной, кстати? А, это я... А, вы поняли, да? Типа стрелять здесь нельзя, наверное, да? Или еще что-то? Не знаю. Я вроде там стрелял, а здесь я не стрелял. Порошечно. Я не понял, что со мной. Ну, это очень прикольно. Кстати, пожрать у меня с собой нет, да? Надо было потом пожрать. Да. Что, у нас переработка закончилась. Едем дальше продавать этот хлеб. Да, ребят, придется очень долго чинить нашу тачку. Ну что ж. Ладно. Починим. Хе-хе-хе. Да уж. Что ж, ребят, я только что заправил технику из канистры. У нас еще одна канистры осталась. Короче говоря, так же убираем теперь зоны переработки. Ставим скупщики. Вот здесь скупщик находится. Севернее от столицы. Вот, короче говоря, и все. Так, ну я чуть-чуть не доехал. Сейчас только заправил технику. Полбака. В принципе, две канистры, полный бак. Так, нам надо как-то... К переработчику. Правда, к какой стороне надо ехать, не знаю. Сейчас посмотрим. Может быть, вот здесь вот встанем. Где-то здесь должна быть табличка, по сути, по идее. Да. Вот она табличка, да. Я как раз к ней подъехал. Что-то я не заметил. Римас невнимательный. О, полицаи пролетели, да, кажется? Так, закрываем тачку. И подходим к табличке просто без какой-либо всякой шняги. А, предметов продать все. Подождите. А, уже по повседневности нам надо вот так вот взять все. По 13 ресурсов продавать. Уже здесь уже из машины-то выгрузить не получится. Продать все. Мы продаем за 63 тысячи. Нифига себе. Вот это цена. И налог 5%. Налог тоже уходит тем группировкам подконтрольной данной территории. Либо мы сейчас на территории федеральной власти. Значит, туда уходит налог. То есть, он не просто тупо налог там. Да, налог. Он не куда-то уходит, он уходит на содержание полицаев и все такое и тому подобное. Ну, как в реальной жизни. Так, все, продали. Плюс 58 тысяч. Превосходно. Ну, около 100 тысяч мы с вами, дорогие друзья, заработали неполный. Как говорится, мы его не битком набивали, потому что, ну, чтобы время скоротать и все. Вот так вот выглядит геймплей за... Ну, на уборке, да? Когда ты уборкой занимаешься. Ну, уборка как правильно назвать? Посмотрите, ребят, какая физика, а? Какая физика, какие амортизаторы классные. Вот так вот. И смотрите, папа, плавненько, все хорошечно. Не как тут квадратик ептать. Вот так, вот так вот. Прекрасно. Вот такая вот физика. Давайте мозги поимеем нашим полицаям. Ну, у нас полу... Как я говорил, типа... Полу... Админских будней. Да, вот сюда, сейчас подедем в КПП. Вот так вот, опа. И едем. 30, да, говорит, скорость. Сейчас мы эту скорость... Ну, я, конечно, быстро не смогу. Где-то здесь должен быть КПП. О, нет, нет никого. О, ёптать! Я засмотрелся на девочку эту. Что, права купил, что ли, детит вашу номер? Слушайте, а нету полицаи, да? Давайте посмотрим сейчас. Полицаи, полицаи. Полицаи, Римас, админка пользуется, Римас. Админкой пользуется, Римас. А вот эти полицаи. Давайте к ним... К ним навстречу, дорогие друзья. Подедим. У нас машина поцарапанная немного. Я сам поцарапался. Вот так вот. К ним навстречу сейчас подедим. Ну-ка, через шеф, сколько мы будем набирать скорость, интересно? Эй, блин. Ваш пи, что ли, обалдели? Куда они, интересно, летят, а? Они, наверное, на вызов летят. Они реально на вызов летят. Вот сюда, что ли? Да-да-да. Оп-оп, погоня, погоня, погоня. Смотрите, ребят, пошла погоня. Вашу идущую мотан. Давайте поможем полицаям. Римас мешается в РП. Поможем полицаям догнать их. Вот он летит. Оп. Вот так вот. Здравствуйте. Здравствуйте, тут авария произошла жесткая. Здравствуйте. Он от нас убежал. Да я знаю, я вам помогал специально. Я увидел. Спасибо, Фан. Миллион долларов с вас. А можете меня оказать медицинскую помощь и отремонтирует эту тучнягу? Конечно. Спасибо большое. А можно калаш-малаш забрать у него? Забирай его. Калаш-малаш можно забрать у него? Куда? Калаш-малаш все нельзя. А что нельзя? Нам придется и вас забраться. Нет, нет, нет. А мне будет премия какая-то за то, что я посодействовал полицаям местным? Спасибо. Ну, награда там героя Альтиса, Римас РП, там чем такое. Позовете? Есть, конечно, награда денежная. Ну, вам придется с нами поехать в качестве свидетеля. О, нет, 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 я рабочий человек, понимаете, я на работе, меня ждут хлеб, хлеб надо кормить, Алтис, Алтис, без хлеба остался, понимаете, шутки. Понял. Ну, я в один день заеду к вам, не переживайте. Ха-ха-ха, либо меня перевезут, ну, как обычно бывает тоже. Хорошо. Всего доброго, с наступающим вас. Мимо проезжать будете, проезжайте мимо. До свидания. Нет. Тот чувак, Римас вмещался в РП, он убегал от них, Римас его подрезал. РП вмещался, дизлайк, подписка, давай, до свидания. Смотрите, ребята, меня вертушка даже сопровождает. Вертушечка сопровождает меня. Хе-хе-хе-хе-хе. Дизлайк, 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 кстати, надо отключить шнягу. Вот это вот, эту шнягу отключить. Ой, ехит, ваше налево. Что-то я пересрался. Четко, да? Четко мы сработали, да? Кстати, небольшая ремарочка для тех ребят, у кого есть БТ. Теперь она достается с гаражей той организации, которая принадлежит БТ. И как раньше, да, где попало, можно доставать все такое. Это добавит немного сложности и реалистичности. Тьфу ты, Римас кормить не умеешь. Ну и самое главное обновление, дорогие друзья, это у нас халява. Давайте вот так вот. Алло. Алло, ебать копать, нахуй ты хуйнула, ты привез сюда. Пошел нахуй. Ёх ты, нихуя. Здорово, пацаны. Здорово. Че за долбой, ём, говорит? Нормально. А че, нормально, шняга, че, пойдет же? Я рабочий человек. Да не сюда же, ставь. Ты, сись, сейчас постанческая полиция приедет, нахуй, берет его. Не, потом рога просто в одно место засунут. Всех вертель просто. Всех вертел. Вот так вот всех вертель, поняли, да? Все, давайте, ребят, погнал. А где тут снеговик? Подскажите, пожалуйста. Пойдем, пойдем, вон там, вон там. Пойдем. Че, вы призы уже получили, нет? Вы в курсе вообще, что тут призы можно получить? Слушай, призы такие пиздец. Да? Не раптор. Раптор? А вы знаете, что раз в сутки можно выловить, короче, от 100 тысяч до эксклюзивной тачки, просто у которой только в такое время разыгрывается. Ну да, я уже поймал. С 25 по 5. Пойдемте, может быть, я испытаю чуть-чуть. Я знаю, почему вы порожняком, короче, не выигрываете. Знаете, почему? Вы должны потереть носик, морковку, короче, сначала. Какой носик я, ты знаешь, как я бы даст? Да, Миримас, у нас уже один человек просто уже чуть не яйца ему дергал. И че, не получалось? Первый раз он там подергал, посидел ему Бентли выпало, а сейчас пока у него вчера не получил. Я надеюсь, хоть он не лизал ему яйца. Не знаю, че. Не, я лизать яйца, конечно, его не буду, но сейчас посмотрим. Так, так, выбираем по ударам. Че, какой выбрать? Первый, второй, третий, либо четвертый? Короче, давай на Эннике. У меня второй золотой оплом на миллион. А, нормально. Короче, давай на Эннике, Бэннике. Давай я пятый. Ну, лучше бы в машину, конечно. Крутим баранку, короче. Мы выиграли, че? Форд какой-то я выиграл, прикинь? А че за Форд? Отвечаю душу Маталь, просто я не знаю, а как можно посмотреть? В гараже надо, да? Поехали в гараж, поехали. Посмотрим, че за Форд на. Душу Маталь просто. Гараж, мараж, туда-сюда. И тоже, да, комбайн поставят. Поехали на моем джипе. Да поехали на джипе. Его же убрать надо. Здесь нельзя оставить. Примащенок, поехали на крутой тачке. Да садись давай. Вот моя тачка крутая. Я, кстати, забыл, где гараж. А че, нормальный комбайн? Че они это? А че они не любят комбайн? Нормальный комбайн? Что-то не тпшнулся перед ними. Рима садминькой пользуется. Смотрите, какой четкий комбайн вообще. Мы его сейчас в гараж поставим. Надо его, кстати, застраховать. Обязательно надо его застраховать. Антиугон поставить. Все дела и тому подобное. Ну прикольно, да? На комбайне, ребята, двигаться просто. А че пеноп? Ой, шейтан. Ай, вообще. Вот так вот. Хорошечно. Сейчас посмотрим, что за фордит-то там пришло к нам. Че за форд мы получили? Накрываем шарманку. Поставить в гараж. Не кажется, что шибко подойдет? Ну-ка, смотрите, че у нас форд какой-то, да, полы? О, ну, по-моему, нет. Че, волыня. Сцена продаж 7000. Вот это ваше слющий просто, а? Обольдеть. Да куждашь, ты лезешь, тихо. Ебать-ка, пать. Тачка вообще крутая, да? Нихая, я тоже такую хочу. Это че, че, че за это? Тонированный, манированный. Пать, это че, как его? Не, не фокус, это как его. Херасия. Ебать, ЛГБТ подъехала. Нихуя. Это че, тоже подарок, что ли? Да, да. Марк, я тебя не знаю. Поздравляю. ЛГБТ, ёпт. Все, пока. А че, прикольная раскраска, да, такая? Валтек. Так это Антоха, ёпт. Такая себе, да, нормально? Четкая. Тебе раптор показать? Давай, ну-ка, посмотрим, какие подарки. Короче, ребят, вы поняли, да? Подходите раз в сутки к снеговику. Трёте мой нос, там, лижете яйца, все дела. И вы можете получить от 100 тысяч до 4 миллионов. Либо эксклюзив призы. Делится, кстати, тоже по классам. То есть от синего простого до фиолетового, там, чёткого. Розового туда-сюда обратно. То есть раз в сутки. О, вот эта чёткая тачка, просто обалдеть. Надо её угадать, перебить. Они перебиваются, интересно, вы не смотрели? Да, перебиваются. Слышишь, перебиваются. Чё? А, ну нормально. Слушай, чёткая вот эта вот, блин, вообще дочь. Вообще. Ты видишь ангелочек от ментов, слушай. О. Ангелочек от ментов. А, тут это. Нормально. Коллекции целые, да? Не, у меня, конечно, не так, конечно, выпало. Но вот это вот, мне вот это понравилось. Вот это та чёла. Как она, кстати, едет по дороге? Нормально этот форт? Писиас. А базу-то построили. У меня не было, если честно. Надо у этого. У водителя троллейбуса спросить. У водителя троллейбуса. Водитель троллейбуса, ты где? То есть здесь, наверное, на площадке миллионов 70 стоит. Ну, даже больше. Да. Прикинь, сейчас какая-нибудь кепка, да, так? На окушечке такая. Пш, подлетает и всё взрывается. А, вон уже подъезжает, походу. Нет, честно. Клопает всех и всё. Блядь, если Ладу Веслу продают за 10 миллионов, блядь. Ну, у меня эту хотели за 50 вчера. Нет, 50 это мало. Какая Лада? А, вот она. Лада Гранта. Ё-моё. Это охрана от мусоров. Во. На эту тёлочку по-любому всегда можно. Ну-ка, ещё раз пальцем покажи на неё. Вот. Все-все пальцем на неё показывают. И ей нравятся пальцы. Открывай руки, засуню палец. Ну да. Не, надо вот так вот перед ней стоять стоит. Вот так вот. Вот так. Ой, ой. Да уж. Детишки сбери книжки. Хе-хе-хе. Ой, это жёстко просто. Ну что ж, дорогие друзья. Это была черная видеоигры. Armatrealtyslife. Наш остров. Реймос РП. Лучиваси остров на свете. Душма-таля. Вот так вот. Так мы поставили машину? Да, поставили. Поэтому присоединяйтесь, заходите, испытывайте удачу туда-сюда, обратно. Всем нам приятно. Увидимся на острове в пирошечке в какой-нибудь. Если что-то где-то забыл по минуту, уж прости. Бля, ели кулик не делал. Вот. Скоро будут стримы также по армушечке. Ну и, конечно же, видосы, всякие рп-шечки, пирошечки. И будем делать ивенты. Всем удачи. До скорых встреч. Какой форк? Могу тебя перебить. А меня жир. Твой мой красный. Пока. Продолжение следует.